Девушки отдыхают 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 И как-то заходи, не бойся, выходи, не плачь, называется, вот эта контора оконченная, тьфу на неё. Вот, и там, короче, машина с кирпичами приехала, и, в принципе, ешь, ешь, ты знаешь, ешь интеллигента, а не какой-то там работяга, блин. Вот, и, короче, я ударился, мне кирпич, что-то там я не помню, это уже, ну, это сейчас мое примечание, я уже не помню, что там было. Короче, кирпич, я ударил ногу, сильно там, чуть ли не до крови, что-то такое. И потерял работоспособность. Ну, и пошёл жаловаться к директору, а директор, что там, нахамила, считает, что она пуп земли, я, короче, посылал её нахуй. Вот она и впаяла мне эту статью, ну, потом, правда, она вроде уже сдохла или заболела, так что ей всё вернулось, сука, конченная, блять. Вот, что, пускай знает, как связываться с Максом Веховым, блять. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Не права ещё, блять, ей выёбываться, сука. Вот, короче, я записывал всё на диктофон и сказал, что придам огласки, все слова директрисы. Сразу на вы, вот суки. А у меня вопрос, я смогу написать самостоятельный программный код, чтобы всякие дыщи спамеры не писали всякую хуйню? То есть это мне надо туда вбить слова, запреты, секс и т.д. Правильно? Облегчить себе работу, как админа. Кстати, вот моя мотивация для тебя, дружище. 16 простых правил для быстрого прорыва в жизни. Добавляйте на стенку и пересматривайте иногда. Не смотрите телевизор, никогда. Это я и делаю. Хе-хе-хе. Есть такая штука, как двигаться дальше, несмотря ни на что, попробуйте, поможет. Это называется, как же это называется? Настойчивость, вот. Пришла в голову идея, запиши. Я так и делаю. Опаздывайте, найдите способ предупредить об этом. Всегда так делаю. Если телефон не разрядился. Хе-хе-хе. Не смейтесь над чужими мечтами. Ну, конечно, бывают мечты очень уж наивные и тупые. Ну, ладно. Не возвращайтесь к людям, которые вас предали. Они не меняются. Ну, это тоже правильно. Бывает, они сами хотят вернуться. Хе-хе. Идиоты, блядь. Проводите с родителями больше времени. Момент, когда их не станет, всегда наступает неожиданно. Да, это надо, правильно. Вежливость покоряет города. Пользуйтесь почаще вежливостью. Имейте его все щели. Хе-хе-хе. Умейте признавать свои ошибки. Откажитесь от привычки все время жаловаться. Да, никого не интересуют чужие проблемы. Да, недавно встретил знакомого. И он мне как начал жаловаться. Ой, блядь. Мелда, голова опухла. Я ему сказал, слушай, чувак, извините, я не спешу. Что заебали эти нытики каких. Попоморщеры, блядь. Тьфу. Не распространяйте сплетни. Ну, я не бабка, о чем не распространять сплетни. Хе-хе-хе. В непонятных ситуациях всегда ложитесь спать. Также в любых ситуациях полезно помнить, что и это пройдет. Хе-хе-хе. Да, хорошая идея, так и делаем. Даже при серьезной ссоре не пытайтесь задеть человека за живое. Вы померитесь, скорее всего, а слова запомнятся надолго. Ну, мне, честно говоря, насрать. Бывает, что стоит человека задеть, потому что, блядь, дебил. Топчется на одном месте, и толку никакого. Хочется же ему подсказать, что ты дебил, блядь, чувак. Давай, иди вперед, а не топчись на месте. Ну, на месте это вообще обман. Или вперед, или назад пятятся, как рак. По аэроскопу, по-моему, рак. Вот такой же, блядь, дебил. Говорите правду, и тогда не придется ничего запоминать. В начале дня делайте самое трудное и неприятное дело. Хе-хе, да какое, блядь. Зубы чистить жили. Хе-хе-хе. Когда вы сделали его, остаток дня вас не одолевают ненужные мысли. Ну, это да. Вот я сейчас записываю этот... Нет, суббота, записываю этот рассказ. Это самое главное сейчас его записать. Потом почистить. Ну, монтаж, все такое. Смонтировать с видеофото, с музычкой. И разместить на канале. И все. Хе-хе-хе. Никто никому ничего не должен. Это правильно. А то заходишь в целый, и в садам, блин, бабки сидят, или какие-то тетки. И думаешь, что им тут... Что они богини, блин, и им всем все должны. Ничего тебе, блядь, не должен. Нахуй ты всралась. Я понимаю, была бы там какая-нибудь там... Стояла бы, плохо себя чувствовала. То заходит такая мадам, блин, которая, блин, это самая... Не фоманка какая-нибудь там летащая. За 50. Вертихвостка. Как-то социальная работник какой-нибудь там, блин. Сидит там где-то штаны протирает. Жопу себе нарастила, блин. Тьфу. Бока. Еще в троллейбусе хочет сидеть. Да пошел к ебеням, блин. Или в маршрутке. Нахуй ты всралась. Я уступаю место только инвалидам, либо действительно смотрю по ситуации. Если действительно человек плохо выглядит, то надо ему уступить. А еще с детьми, блин, приходят. Дебильные правила. Детей, наоборот, надо приучать, чтобы, блядь, будешь дебилом, как твоя папа-мама. Будешь стоя ездить, блядь, в транспорте. Надо их с детства приучать, чтобы, блядь, никто место не уступал. Чтобы они сами себе это место выдирали, блядь. На машине ездили. Вот. У меня другой подход к воспитанию детей. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Выбросите из активного лексикона слово «должен». Нахуй он нужен, правильно. Иначе действительно увязнете в долгах, да не только в материальных, а еще и моральных. Хе-хе, правильно, точно. Не-е-е, написать сложно будет. За... Зато практично. И никаких головняков с этими долбоебами. Они только время отнимают. Я к тебе, возможно, скоро напишу по поводу сайта. Окей. Я сегодня ходил выписываться из библиотеки по эзотерике и сделал рекламу. А им нужен сайт. Ты же блядь в библиотеку ходишь? Хе-хе-хе. Я сегодня ходил выписываться из библиотеки по эзотерике. Ты чё, глухой? А я нажрался вчера как свинья. Походу, пить мне вообще противопоказано. С младшим поругался. Так нельзя. Ты присняк теперь. Я заметил, я тебя уже узнаю, когда ты пьяный. Хе-хе-хе. Нового года, думаю, ни капли пить не буду. От этого только лишние проблемы. Ты ж тоже бросил это неблагодарное дело, насколько я помню. Да, давно, уже шесть лет как. Изучил коп. Что изучил? А что это? Резкая никотин и алкоголь. Это концепция общественной безопасности. А-а-а, а что тебя побудило на это? Бессмыслеса этого ебанутого состояния. Когда ты в кайфе, а потом всё равно проблемы как были, так и остаются. Самообман, короче. Хе-хе-хе-хе. Ну да, такое есть. А меня скорее то, что я дебоширю. Это как следствие. Хе-хе-хе-хе. А ещё прикольно, там написано, что получается, ты сам себе покупаешь отраву. Ну то есть, получается, ты как паразит, живущий на земле. И сам себе ещё покупаешь дихлофос. Представь себе. Рекомендую поизучать ком. Всем остальным. Есть у меня один чувак, который бросил пить, а продолжает курить. Хе-хе-хе-хе. Идиот, бля. Хе-хе-хе. Лучше бы уже пил в меру, так сказать. Никотин вот никакой пользы человеку не несёт. А алкоголь, ну, немножко расширяет сосуды, да. Вот, ну, лучше, конечно, бросить и то, и другое. Нахрену надо. Фу, отрава. Это то же самое, что и таракан будет среди хвофос покупать. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. У меня какой-то неконтролируемый гнев просыпается. А, конечно, Деденко, Северизация каннибалов. Эта книжка тебе поможет понять, кто ты есть на самом деле. Да я-то и так знаю, кто я на самом деле. Мне бы другое понять. Судя по всему, Саня, не совсем. Почитай и поймёшь. Ну, погну. Тебе станет понятна окружающая действительность, кто власти и кто подчиняется власти. Но снова хочу сказать, что когда мозг отравлен наркотическими штучками и когда он трезвый, информацию ты воспринимаешь по-разному. Проверено на практике. Хе-хе-хе. Смотри, тут есть тонкая невидимая черта. Да, в этом что-то есть, Макс. Конечно, есть. Хуля, изобретать велосипед. Хе-хе, уже давно придумали. Ага. Вот, ссылочку тебе скидывали. Альдебаран Ру. Автор Диденко Борис. Диденко Борис. Цивилизация каннибалов. Глянь на этих зверолюдей. Хе-хе. Как геи выглядят. О, тоже. Как появился СССР, так появились эти геи. И первый закон был про разрешение педерестии в каком там, в 1917 году, после революции, бля. Ну да. Пойду спать я. А то сегодня встал в 4.56. Давай, спокойной. 19 число. Привет. Кстати, полезная инфа для нас. Меня, тебя и Тёмки. Всем законов жизни от Ренча Гейджа. Закон пустоты. Если вам нужны новые ботинки, выбросите старые. Если вам нужна новая одежда, почистите ваш шкаф. Вы должны по доброй воле расстаться с вашими стереотипами. Второй закон. Сиркуляции. Будьте готовы отпустить что-то, чем вы владеете, чтобы получить что-то, что вы желаете. Третий закон. Закон воображения. Сначала вы должны увидеть просветание в вашем воображении. Сделайте описание своего идеального дня и не показывайте его никому. Кроме того, кому доверяйте. Храните это описание где-нибудь под рукой и в свободное время пересчитывайте его. Четвертый закон. Закон творчества. Человек может достигнуть просветания посредством энергии своего мышления, интуиции и воображения. Пятый закон. Закон воздаяния и получения. Если вы отдаете что-то, то это возвращается в десятикратном размере. Когда вы получаете блага, очень важно делиться им с окружающими. Если у вас дар, и вы не используете его, то оскорбляете вашу божественную сущность, чтобы с должной почтительностью относиться к своим способностям. Вы должны радоваться дарам и разделять их с другими. Если вы делаете это, вы привлекаете еще больше благ в свою жизнь. Да, есть у меня один знакомый, который владеет даром, но не хочет им пользоваться. Не знаю, в силу своих каких-то убеждений. И, по-моему, все-таки он себя обманывает. Он говорит, что он там слушает подсознание. А на самом деле он слушает свой рептилоидный мозг, который ему, все его страхи, и диктует ему свою политику. Никуда не лезь, вот делай вот это и все. Там опасно, мне там некомфортно. Делай вот это, это мне будет нормально. Хе-хе-хе-хе-хе. Короче, человек развивает не свои сильные стороны, а развивает какую-то хуйню. Непонятно, когда там попробовал, там что-то там на трубе играть и толку еще. А теперь говорит, что это хуйня и все такое. Лучше бы на барабанах играл. Это он умеет и профессионал, и звездаю. Это же сильная сторона. Сильные стороны надо развивать, а не убивать их. Нашел сильную сторону и раскручиваю. Миллионерами так и становится. Находят сильные стороны и развивают их, и работают в этих сильных сторонах. Они развивают слабые стороны, нахуй не нужны. Хе-хе, идиотизм. Закон Десятины, 6. Вселенная всегда возьмет свою десятину. Это просто закон благодарности и источника поддержки. 10% от всего, что вы имеете. Вы никогда не знаете, как ваша десятина вернется к вам в день и обычное явление. Но она также может прийти в виде примирения с кем-то, с новыми дружескими отношениями, в виде выздоровления и т.д. Седьмой закон. Все прощения. Если вы не можете прощать людей, вы не можете принимать свое богатство. Если ваша душа заполнена ненавистью, любовь не может найти в ней себе места. Вы должны избавиться от негативных чувств, которые пожирают вас и не дают вам покоя. Ха-ха-ха. Да, это классная штука. Я на гитаре сочинение металла. Это супер, попер, весь туда, блин, этот негатив. Тексты, тексты, да, стихи там всякие. Да, это тоже все туда, все туда. Все нужно превращать в другую энергию. Хе-хе-хе. Итак, друг, кто слышал, рассказ номер 23. В качестве видеоряда ты видел фото, видеоотчет, который я сделал 21 апреля. Все, подписывайся на мой канал, на моем канале много интересного, ставь лайки. Мне нужны подписчики, 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 подписчики. Монетизация отменена, потому что у меня сейчас всего 80 подписчиков, а нужно 1000 подписчиков. Вот. И посмотрим, естественно, будет больше ясно петь. Каждую субботу слушай мой новый рассказ с первой моей аудиокниги «Беседы современной молодежи». Хе-хе. Максаныч желает тебе успехов. А, кстати, сегодня я придумал классную фишку. Мой слоган. Слаган дня. Если муж твой ревнивец, то повя ему зверинец. Хе-хе-хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok